Сохранение торговой напряженности и усиление негатива в экономических данных иен видится основным бенефициаром происходящих событий. По мнению Голдмасса, ставка на рост иены против доллара является сейчас одним из самых убедительных взглядов на прибыльные сделки на валютном рынке до конца года. Главный экономист Лом Мартодье Сэмми Чар указывает на то, что консервативный швейцарский центральный банк сохраняет оборонительную позицию в портфеле, делая акцент на иене и золоте. Однако, несмотря на явное усиление факторов спроса, японская валюта напротив умеренно теряет в цене, забравшись на уровень выше 108 на прошлой неделе. Просадка до уровня 105 в августе, тот критический минимум, который считается порогом для начала интервенции со стороны Банка Японии. Иена успешно пережила, как и ранее в марте этого года. А последние две недели иена была абсолютным аутсайдером среди основных валют. Если использовать данные по основным валютам против иена, то видно, что с начала октября по основным валютам иена последовательно ослаблялась, причем движение было практически синхронным с небольшими отклонениями только по британскому фунту и по австралийскому доллару. При этом торговая война, далека еще от завершения, пессимизм в экономических данных растет. Вчера китайская сторона запела старую песню, заявив, что не станет увеличивать закупки сельхозпродукции, пока не будет подписано соглашение первой фазы в США. В одной из своих предыдущих статей я обсуждал возможные объективные причины этого. И одной из причин являлась переориентация китайских фирм, закупавших соевы бобы в США на бразильских производителей, а также африканская лихорадка, которая ударила по свиному поголовью в Китае и, соответственно, значительно сократив спрос на корм, который производится из соевых бобов. В поисках причин загадочного ослабления иена необходимо взглянуть на побочные эффекты ультрамягких кредитных условий в Японии. Монетарная политика могла непреднамеренно перенести функцию валютных интервенций на рыночных участников, в частности, крупных пенсионных фондов в Японии, борющихся с дефицитом доходных активов на рынке. Государственный пенсионный и министрационный фонд Японии, в чьем управлении находятся рекордные полтора триллиона долларов активов, поставляет постоянно иены на рынок в обмен на иностранные фондовые активы, в основном и США, то есть покупает по сути акции на американском фондовом рынке, таким образом купируя дефицит японской валюты на рынке. При этом рыночное исполнение валютных интервенций, как раз за счет этих пенсионных фондов, позволяет банку избегать критики Трампа в валютных манипуляциях. На этом графике можно видеть, как динамика пары доллар-иена очень сильно коррелирует с покупками японских фондов, американских фондовых активов. Следует понимать, что акцент, такой высокий акцент японских фондов на иностранных активах, прежде всего американских, может в будущем вдвойне дороже обойтись для японского центрального банка в плане стабилизации иены, если дела на фондовом рынке США не пойдут, перестанут идти хорошо. Японские пенсионные гиганты, естественно, в определенный момент могут ликвидировать позиции, потребовав средства свои назад, и этот огромный приток японской, точнее, огромный спрос, возникший на японскую иену, кроме спроса, который еще возникнет за счет других участников рынка, именно спрос на защитные гавани, это может вызвать еще более сильное укрепление иены, чем наблюдалось ранее, и, соответственно, еще более агрессивные действия японского центрального банка. При таком исходе порога интервенции для стабилизации гены любой, что называется любой ценой, рассматриваясь на уровне 95 иен за доллар. На сегодня я все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в пятницу.